Тамбовский молодежный театр сегодня площадка для экспериментов. Шансом, что называется, себя показать и на других посмотреть воспользовались 14 детских коллективов. География широкая. Уфа, Курск, Белгород и Ярославль. Но значительная часть представителей актерского ремесла, конечно же, из Тамбовской области. Как только первый спектакль окончен, жюри удаляется в совещательную комнату. При обсуждении присутствует и режиссер, который может получить замечания и рекомендации. Ведь взгляд со стороны нужен всегда. Яна для себя определила так. Заигрались в интерактив и в анимацию. Эксперты оценивают актерское мастерство, пластическое решение, музыкальное сопровождение и художественный уровень. Смотрят также на целостное впечатление, которое производит постановка на зрителя. Отдельное внимание уделяется работе самого режиссера. Если репертуар будет по возрасту, и детям будет понятно то, что они играют, и, конечно же, это будет нас увлекать, удивлять и радовать. Естественно, все равно есть какие-то определенные от природы данные у ребенка. Но если режиссер квалифицированный хорошо работает с ними, дает и тренинги актерские и так далее, можно эти скрытые таланты открыть, развить, и это будут прекрасные актерские работы. Своего звездного часа ждут участники из Переславль-Залесского. Сегодня они с постановкой «Маркус и девочки» выступают третьими. Их объединение выросло из кружка средней школы и существует уже более 30 лет. Занимаются в нем не только подростки, но и взрослые. Однако, по словам руководителя, интереснее работать с труппой до 18 лет. Они больше требуют. Они еще не так готовы отдавать. В них надо вкладываешь больше, чем получаешь отдачи. Так часто бывает. Но если они доживают в детском театре, ну вы понимаете, что они его доживают. Если они доживают до какого-то определенного, скажем так, даже не столько возраста, сколько умения, вот они начинают отдавать очень много. Конкурс театра, где играют дети, будет проходить в течение двух дней. Большая часть участников из других городов выступит уже завтра. Тогда же среди коллективов определяют и победителя. Марина Горякина, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей.